Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня видео про MCT масло. Многие об этом уже слышали, кто на кето-диете, либо только собирается перейти на неё, изучает информацию, тоже знают, но всего лишь слышали. Что это такое, я расскажу подробнее. Действительно, масло MCT – это триглицериды, среднецепочечные жиры, и они стали популярны среди любителей спорта и вообще здорового питания. И это не просто так. Дело в том, что данные жирные кислоты организм переваривает легче, чем другие любые иные жиры. Не тратят на это энергии, а вот энергии образуется много. Именно потому его рекомендуют в кето-диетах в качестве основного или дополнительного источника энергии. Сейчас я вам расскажу всё о самых важных свойствах MCT масла, что он даст каждому человеку, кто будет его потреблять. Но наперёд скажу, потому что не все видео, даже короткие, досматривают до конца. А потом пишут под видео, где купить. Так вот, приобрести именно это MCT масло, полученного из кокосового органического масла, вы можете перейдя по ссылке под этим видео. Как это работает? MCT заставляет тело расходовать больше жира и экономить ценный гликоген, отвечающий за правильное распределение глюкозы в крови, когда в крови глюкозы мало. Это натуральное растительное масло с уникальными диетическими, пищевыми и технологическими свойствами. Очень быстро сжигается и превращается в энергию в нашем организме и не откладывается в жир, что очень важно. Самая большая концентрация среднецепочных триглицеридов находится именно в кокосовом масле, откуда это масло MCT и добывается. Одна из самых популярных форм это каприновые триглицериды. Благодаря высокому содержанию жира, а также за счет своей структуры, такое масло обладает еще и антиоксидантными свойствами и в целом поддерживает общее состояние здоровья. А вот на что еще влияет масло MCT? Сейчас я кратко поясню про память и вообще когнитивные функции организма, про пищеварение, контроль веса, микрофлору кишечника, ну и очищение организма. Первая когнитивные функции. Дело в том, что кетоны, образующиеся благодаря MCT масла, проникают в клетки мозга и наряду, конечно же, с гемоглобином крови, тоже дополнительно доставляют его клеткам необходимый для работы кислород. Благодаря этому улучшаются когнитивные функции памяти, внимания и способность лучше контролировать эмоции. Далее, пищеварение. MCT жиры нормализуют деятельность ЖКТ. Именно за счет своей средней длины цепи питательные вещества, которые поступают с пищей, дольше и лучше, соответственно, перевариваются и усваиваются. И они не нагружают пищеварительную систему и организм, и дольше организм испытывает насыщение, что очень важно, значит, человек съедает пищи меньше, чем мог бы съесть, а значит, меньше получит калорий и, как следствие, меньше или вовсе не наберет лишний вес, лишний жир. Кроме того, это масло MCT способствует увеличению продукции гормононасыщения, что позволяет отказаться от вредных перекусов, а значит, не будет инсулинорезистентности. Более того, внимание, расщепление масла MCT, вот именно добытое из кокосового масла, не требует желчи, нашей с вами желчи и даже панкреатических ферментов. И поэтому оно очень легко усваивается. Косвенно уже сказал, но немного подробнее про контроль веса. Прием среднецепочечных триглицеридов способствует избавлению от лишнего веса, как и пищевые жиры. Они обеспечивают, как я уже говорил, чувство сытости и при этом не влияют на уровни сахара в крови, но при этом почти сразу же сгорают в организме, а потому не откладываются на бедрах и животе. MCT масла могут ускорять обмен веществ даже в состоянии покоя. Особое внимание. Благодаря чему активизируется сжигание жировых запасов в организме. Немного про микрофлору. За счет повышения температуры тела в процессе пищеварения, MCT сдерживают патогенные кишечные бактерии от чрезмерного размножения и развития кишечных инфекций. Кроме того, MCT помогает бороться с инфекциями, вызванными грибком кандида. Ну а каприловая кислота, входящая в состав MCT, помогает сдерживать количество разных дрожжевых грибков в кишечнике, а также нормализовать баланс полезных микроорганизмов. Ну и благодаря улучшению работы ЖКТ, масло MCT быстрее выводит из организма продукты распада, способствуя его очищению. Для лимфатической системы также оно полезно. Никакого вреда для здоровья, никакого холестерина вредного в крови MCT масло не вызывает и не способствует. Самое лучшее MCT масло, наконец-то, спустя 5 лет разработок мы получили. Мои старые зрители и клиенты знают, что из Таиланда мы уже очень много лет возим уникальное биоорганическое масло, которое сертифицировано, ну, выше, чем по стандартам Германии и Европы, потому что эта фирма была в свое время открыта вместе с королем Таиланда, который этому способствовал. Вообще он был большим подвижником в биопитании и органическом питании. Так вот, самые высокие стандарты производства. Кокосовое масло био тоже будет по ссылкам дано, если вы захотите его приобрести. Кстати, жарить что-то, если вы жарите, я советую только на кокосовом масле. При этом даже запаха нет практически, в отличие от жарки, на любых вообще других жирах и растительных маслах. Так вот, кокосовое масло способствует тому, что окисление продукта при жарке практически не происходит. Но из кокосового масла, а я подчеркиваю, из данного лучшего биоорганического, добываются вот эти самые MCT, каприновые триглицериды кокосового масла. Как вы уже поняли, их действие главное заключается в повышении энергии, выносливости, ускорении метаболизма и контроля веса, ну, а также улучшении когнитивных функций мозга. Как мы его получили, дождались, как я уже говорю, пять лет спустя, я сам стал его применять вот лично тоже в салаты. Одной столовой ложки вполне взрослому человеку достаточно в сутки, ну, а тем, кто занимается интенсивными нагрузками, либо в спортзалах, либо грузчик, до трех столовых ложек. Каприловой кислоты С8 70% содержится в масле, ну, а каприновой С10 30%. Это идеальное соотношение, которое повышает степень усвоения и уровень энергии, повышает физическую выносливость. И еще раз, внимание, любые жиры, любые масла усваиваются хуже, чем MCT масла. Потому даже самые такие апологеты такого кето, даже корневор кето питания соглашаются с тем, ну, тем более все доктора, мировые все абсолютно, что MCT масло, ну, самое лучшее, самое правильное даже и в первую очередь на кето питание. Но поскольку вы теперь знаете все функции и возможности и плюсы этого масла, то применять его в своей жизни каждому человеку более чем разумно. А потому теперь вы сможете уйти от применения других масел, смыслов которых, в принципе, тогда уже нет. Ну, разве что в льняном, если мы говорим о салатах, а говоря о жарке, это идеальное кокосовое масло. Ну, конечно, понятно, что можно на оливковом, что хуже, но тем не менее тоже можно. А вот для применения либо так, либо в салаты, пожалуйста, MCT масло. И вот всех тех минусов, которые некоторые блогеры и врачи и диетологи говорят по применению любых растительных масел, MCT масла к этому отношения не имеют. Здесь нет никаких даже теоретически побочных негативных воздействий на организм, в отличие от любых иных масел и даже животных жиров. Ссылка на это масло MCT из кокосового масла, добытое, вы увидите под этим видео. Переходите под видео, нажимайте на ссылку масло MCT. Можете прочесть информацию и приобрести. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира, от Грузии и Казахстана до США и Германии. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч!